В некоторые моменты я не смог, вот мы обменялись мнениями, так, на ушко с Игорем Ильичем. Вот чего нельзя делать нам, сейчас есть возможность как-то встряхнуться и освежиться с тем, чтобы сделать выводы, о чём говорил Олег Алексеевич, извлечь уроки, того, из чего надо извлекать уроки. Поэтому я обращал внимание с Геннадием Анатольевичем, тоже в Москве обменивались мнениями, когда такой информационный взрыв произошёл по поводу того, что Чуваши на втором месте в России по инвестиционному рейтингу, инвестиционной привлекательности. Помните, да? И долго потом мы жили на этой волне и живём почти до сих пор. Вот чего нельзя делать, дорогие представители власти, предприниматели Чуваши, врать не надо и нельзя жить в самообмане и в иллюзиях. Я когда-то поехал по делам, по службе в Новгородскую область, Анатолий Геннадьевич, вы, по-моему, мы обменивались мнениями, и губернатор Новгородской области Никитин, как раз тот, который, по данным которого Чуваши стала на втором месте по инвестиционному рейтингу и привлекательности, я не затрагивал эту тему. И после, когда завершили работу, там сидим, чай пьём, он спрашивает меня, Николай Васильевич, вот у вас народ в Чуваши удивительно добрый, особенно предприниматели. Я цитирую слова губернатора Новгородской области, бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив России. Я говорю, почему? Конечно, это приятно, лестно. Мы, когда увидели рейтинг Чуваши инвестиционный, обалдели, цитирую. Я говорю, почему? Ну, очень добрые предприниматели, они очень хвалят власть. Я говорю, а как это вы определяли? Путём опроса, репрезентативного опроса предпринимателей Чуваши. И по опросам предпринимателей, предприниматели настолько довольны в Чуваши, что больше ничего не хотят. Или они чего-то хотят, но путём иллюзий, путём обмана. То есть рассказать всем, что мы очень привлекательные. А в результате что происходит-то? Инвестиции падают, падают, падают. И, мягко говоря, это парадокс, недоумение. И результат такой плачевный. Поэтому нельзя нам сейчас, берясь за очень важные дела, решая вопросы, связанные с мечтаниями, с мечтой многих жителей, ну, вообще практически всех жителей, нельзя допускать, чтобы мы жили в самообмане и в иллюзии. И надо признать, и смысл, наверное, сегодняшней встречи и многих других встреч в том числе будет в том, чтобы мы были более амбициозными. Прозвучало 65 инвестпроектов на сумму 30 миллиардов на 5 лет. Это в программе, да, как бы пока закладываем минимум. Этого очень мало. Вообще, с такими замашками, с такими цифрами мы останемся в хвосте, по моему убеждению и по моему опыту. Это плохо, надо всё это пересмотреть. Это значит, надо очень активно нам работать, всем, вообще-то, всем здесь находящимся, на всех уровнях, и находить, и удваивать, удваивать и количество проектов, и объёмы инвестиционных проектов. Вот когда я, Анатолий Геннадьевич, на меня наезжал, когда я был министром сельского хозяйства, там мало денег по инвестиционным проектам Чувашия, мы, Минсельхоз выделяют. Так вот, я помню точно, я вспоминал, где-то это у меня здесь, в моих официальных воспоминаниях, первые заседания Межведомственной комиссии по распределению субсидий по инвестпроектам для 85-ти субъектов Федерации. Общая сумма заявленных инвестпроектов от 85-ти субъектов, это 460 миллиардов рублей от всех. Из них, из Чувашии, Анатолий Геннадьевич, помните, я вам рассказывал, но это официально, Межведомственная комиссия, там Минет, Минфин, вот мы должны дать субсидии, признать эти проекты действительно стоящими. Из них из Чувашии, Вадим Иванович, знаете, сколько было? Вот, я, миллиард рублей, миллиард, один миллиард, по России заявки на 460 миллиардов, из Чувашии за два года причём, это, потому что мы первый год не рассматривали, помнишь, да, на то, потому что денег не было в бюджете. Миллиард рублей, это где-то на 800 проектов, это по миллиону рублей проекты, но это, но это несерьёзно. Республика Аграрная, население столько, потребностей столько, специалисты все аграрии собрались, а как организовано управление? Вывод какой? Ну, надо просто рыскать главам муниципалитетов, министрам, самому главе республики, проводить там кустовые совещания и находить, ну, как условно, не условно, в качестве примера, там 10, 15, 20 фермеров находить, люди же знают, кто чего стоит, ни прохиндеев, ни тех, кто хочет, ни дурачков каких-то, ой, их тоже хватает, прошу прощения, порой, потому что из одного, там, из моего колхоза, из моей деревни, пусть там как бы прохиндей, поэтому надо дать, так не годится, такое тоже есть в нашей жизни. Надо, значит, институты, о чём вы говорили, Олег Алексеевич, гражданского общества, надо подключать больше людей, которые бы поддержали этих людей как надёжных. Уже за это время же известно, кто чего стоит. Правда же, да? В деревне, ну, я говорю сейчас о сельской местности, всем известно, кто чего стоит и какие характеристики имеет. Это нужно сделать. И, кстати, мы с вами обменивались, Олег Алексеевич, мнениями, и Патрушев, и Мантуров, наши кураторы, так скажем, по этим темам, они готовы поддержать дополнительно, с учётом вот тех обстоятельств, в которые попала Чувашская республика сегодня, как регион, нуждающийся в дополнительной поддержке. Вот эти 5 миллиардов, там, ещё 5 миллиардов, в том числе, можно перенаправить целевым образом на то, чтобы поддержать мощь на развитие аграрного сектора, о чём говорил Игорь Ильич, для решения как экономических, так и социальных проблем. В общем, извините, я долго хотел бы... Николай Ильич, я хотел бы с вами согласиться, вот я, слушая Игоря Ильича, ловлю себя на мысли о том, что это программа, скажем, того, что уже наработано в основном. Это не программа дерзания, она уже дерзать, и, в принципе, потенциал для дерзости есть, есть у нас Николай Ильич с большими возможностями, есть другие люди, которые могут помочь, привлечь ресурсы, и здесь надо не бояться, надо иногда даже какие, с первого взгляда, сумасшедшие идеи не предлагать. И я уверен, что мы сможем... То есть должна быть, знаете, программа выхода на определённый уровень, не программа реализации тех проблем, вернее, решений тех проблем, которые накопились, их надо решать, но ещё должна быть программа выхода на другой качественный уровень жизни. Вот, Игорь Ильич, об этом надо подумать обязательно. Если будем претендовать, Анатолий Ильич, спасибо за понимание и поддержку, Олег Алексеевич. Если будем претендовать, что удовлетворительно сработаем на тройку, да, получим двойку, если на четвёрку, получим тройку, если на пять, четыре, если будем претендовать на то, чтобы нашу работу признали отличной, это действительно, мы сидящие здесь несем ответственность, и моральную, и политическую, какую угодно. Нам нужно претендовать на то, чтобы получить блестящую оценку, тогда можно сработать на отлично, как вот в учебных заведениях принято, или у спортсменов принято, поэтому побольше амбиций, побольше амбиций и вдохновения ищите, и Анатолий Ильич правильно сказал, идеи могут быть сначала вообще типа ерунда, или там слишком, это ненормальные такие космические проекты, но надо претендовать, если на это не претендовать, вы же все спортсмены, живущие в Чувашии, мы все спортсмены, если не претендовать на рекорды, на подвиги, боюсь, что у нас не получится. Но поскольку мы в Берле, у нас все получится. Спасибо большое. Вам успехов. Спасибо. Коллеги, я... Спасибо.